Субтитры делал DimaTorzok Сейчас, как и у Релакс, не самые лучшие времена, на самом деле. Они знатно так напроигрывали во всяких турнирах, знатно пролетели с кучей, опять же, выходов в ланы и тому подобное. Ну и был официальный пост у них на странице в группе, то что будет у них что-то решаться, при этом не будет никаких изменений составов и тому подобное. Просто ребята будут как-то более усердно тренироваться, сейчас на пике у них сидит Джотом. Да. У нас же у Релакс, как всегда, на пике Виндекс. Ну, как неоднократно уже говорилось, то есть Виндекс, естественно, не один сидит и пикает, а они всегда обсуждают свои пики, поэтому осуждать Виндекса в том, что он плохо пикнул, смысла просто нет. Ребята, все вместе занимаются этим делом. Так что давайте посмотрим, забанили Виспа Релакс, которые, собственно, любят очень часто пикать его сами. Но вот сейчас решили забанить, видать поняли то, что не стоит брать Виспа на ферст пик, ну и врагам его отдавать тоже не стоит, потому что крайне полезная вещь этот Висп. Сами взяли Ликантропа, забанили еще Инвокера. Ну что ж, это Ликантроп, я полагаю, для Йоку. Виртуз Про, в свою очередь, пикнули Трин Протектора или Ча и забанили Патму с Бэтрайдером. Да, знают они то, что Релакс, опять же, любят и на Патме гонять Йоку, и на Бэтрайдере, может и Шачло, может и Йоку. Так что... Как-то так. Ну, Ликан, давно Релакс... Ну, как давно, последние два где-то дня не пикали они Ликана, хотя я вчера не смотрел некоторые матчи. Но, по-моему, они в бан его все время кидали, потому что, ну, герой действительно очень сильно собирает он Некра, и эти Некра под Хаулем, особенно если есть какой-нибудь Трин Протектор еще в команде, Нейчерс Профит, то тогда вы будете пушить очень хорошо. Трин Протектор, я имею в виду, он у команды Виртуз Про сейчас, но его Ливен Армор за счет Некров, за счет Волков будет с Таверов, да и с героев тоже в драках очень быстро слетать. Ну, несмотря на это, пикнули все равно Виртуз Про его. И это Чен для Релакс. Если не ошибаюсь, на Чене играет... Кто? Виндикс? Дреда я не припомню на Чене, на Энчантрос он играл. Но вот как-то на Чене я его не замечал. Ну и сомневаюсь, что это будет Шачло, я знаю, что он хорошо на нем играет, но в официальных играх, опять же, ни разу не видел. Качество, к сожалению, уменьшать нельзя. Обычно Твич сам, когда на стриме около ста человек смотрит, он сам переключает стрим на другой сервер, где дается выбор качества. Но так как сейчас идут квалификации Интернешнл, очень много людей смотрят Твич, и очень сильно он загружен. Там еще какие-нибудь лолеры там подсоединяются. Дарксира, кстати, Релакс забанили. Ну, саппорт у Виртуз Про взяты, собственно, им нужно только взять Хардлайнера, Мидера да Керри. Ну и вот не хотят видеть Хардлайнера против себя и Релакс. Ну, на самом деле, Пугну Виртуз Про забанили. Пугну брали всего один раз, Релакс, на моей памяти. В последнее время на ней отыграл Дредд. Собственно, отыграл не особо-то хорошо. Тот матч проиграли, Релакс. Не из-за Дредда, конечно, но в целом по пику. Ну, а Дарксир, в принципе, да, довольно такой мерзкий оффлейнер, то, что он в любом случае будет что-то выфармливать. Дум. Забанили Дума. Не хотят они или Дана, видать, видеть на Думе, и Эншент Оперейшн забанили Виртуз Про, потому что Релаксом нужен, соответственно, еще один саппорт. И, соответственно, аппарат довольно мерзкая личность. Тот же Тринд Протектор под ультой аппарата не сможет Ливен Армором хилить и Семи хилить не будет, так что контрит он очень многих. Ну и Кентавра, обычно он сидит в бане от Релакс, ну или вообще от других команд. Но на этот раз Релакс его не забанили и воспользовались этим Виртуз Про. Взяли они себе этого довольно сильного оффлейнера. Чем будут отвечать Релаксы? Пока им нужен, что, как всегда, какой-то суппорт сильный для Ликана, потому что Чен будет в основном сидеть в лесу. Хотя, возможно, он будет выходить из леса. Ну, невозможно, вернее, как настоящий Чен, он будет выходить из леса, будет гангать. И Вич Доктор сейчас в тренде. И Релакс хотят воспользоваться этим трендом. Я полагаю, что Дредд будет играть на нем. Но СФа взяли для года. Ну, на мид, я полагаю, что это медовый именно СФ. Ну да, напомню еще раз то, что на Джоин Дота Лиге сейчас... Релакс идут как бы на первом месте в турнирной таблице. Но это связано с тем, что они больше всего игр сыграли, и сегодня они сыграют еще две игры. Ну, четыре карты, то бишь. А именно поэтому они на первом, у них просто больше всего побед. Виртуз САЖи, по-моему, вообще на Джоин Дота Лиге играют первую, или от силы вторую игру. Нельзя говорить то, что они сейчас очень слабые, хотя у них определенный спад был. Но, например, они три матча подряд, вернее, три карты подряд выигрывали команду Мид Юмейтерс. Это вновь Брюмастер от Релакс. Для Шачло, я полагаю. Говорю вновь, потому что его уже брали, Релакс, вчера. Вот, не помню я, выиграли они или проиграли ту игру, но то, что он был, точно... Это факт. По-моему, они как раз-таки выиграли игру с Брюмастером. Шачло на нем играл, и Нейчерс Профита забанили Вертуз Про. Так вот, Мид Юмейкерс, который для Релакса это бич, что-то вроде RockSkiss, потому что, вроде бы, команды сами по себе не очень сильные, но Релакс никак не получается их играть. Ну вот, а Вертуз Про получилось, соответственно, для Релаксов они тоже могут доставить много проблем. Ну и все-таки довольно именитая эта организация. Четвертый бан. Вернее, последний бан Вивера забанили. Керри Вивер, да, тоже в последнее время он начал появляться на американских квалах, я его часто видел. И надо сказать то, что иногда даже он удачно заходил, хотя не всегда. Ну и пик пятого героя, Керри какого-то будут, собственно, сейчас брать Вертуса. Конечно, пик у них довольно неприятный. С этим Трин Протектором, с этой ульт Лича и все это под ультой Кентавра можно хорошо прибежать, хорошо скомбинировать. Ну посмотрим, как будут комбинировать, собственно. Виртуз Про, ну а у Релакс, кроме банок Вич Доктора, пока вообще станов нету. Нужен им мидер, я полагаю, что они могут взять ДК, могут взять инвокера забанили для Крейзи. Ну, для Крейзи нужно брать какого-то довольно серьезного толстого мидера, потому что СФ он тоже на первых парах-то будет сильно напрягать. А здесь нужно перефармливать, причем очень серьезно перефармливать. Думают ребята из Вертус Про над последним пиком. Не могу точно сказать, кто будет играть на Трин Протекторе у них, Жотом или НС. Ну, полагаю, что все-таки НС. Хотя могу и ошибаться, не так хорошо я слежу за командой Вертус Про. Смайл будет, вероятно, на Кентавре, Гот на Шадуфинде. Ну и герой для Иллидана, Фармила. У меня почему-то Иллидан всегда ассоциируется с каким-нибудь гулей, наверное. Но сейчас как-то не принято его брать, принято зато брать Морфлинга. Ну что же, Релаксы сами забанили Дума, который неплохо контрит Морфа. И вот теперь им нужно давать ответ какой-то этому Морфу. Потому что по пику Вертус Про выглядят сильнее. У них какой-то сбалансированный, что ли, более пик. Здесь Релаксу нужно слишком много реализовать в их пике. Нужно и Ченом ходить удачно гангать. Нужно и Брюмастером нормально отстоять. Быстро получить шестой и ульту тратить не на то, чтобы убегать, например, из драки, а для того, чтобы инициировать и побеждать драки. Это не всегда получается, к сожалению. Ну, в Ликане на Йоку я, в принципе... Вернее, на Йоку на Ликане я, в принципе, не сомневаюсь. Опять же, пуш-потенциал за счет крипов Чена и эта Темпларка. За счет Хауля, за счет Ликантропа с Волками. Да, много людей на стриме. 2-100, но, к сожалению, выбора качества пока нет. Партнерка очень скоро будет уже доступна у меня. На Твиче они все присылают и присылают. Это все надо заполнять и заполнять. Ну вот, Джотом играет на Тринет-Портэкторе. НС на Личе. Смайл на Кентаври, Гот на Шадоу Финдей и Лидан на Морфинге. У Релакс, собственно, без каких-либо сюрпризов. Йоку это Ликантроп. На Чене будет Виндекс. Дредд. Вичдоктор, Шачлоу Брюмастер и Темплар Ассасин. Это у нас Крейзи. Не хочет Виндекс играть на том, что он себе пикнул, собственно, ждем мы именно его. Ну и как-то так. Какие-то смайлики здесь рисует НС. И сразу же купил Смоук Виндекс. Вундекс. Ну Смоук это такой для того, чтобы выйти из леса ему, а не для того, чтобы сейчас пойти в лес команде Релакс. Мы видим то, что расстановка по лайнам будет, ну, пожалуй, довольно стабильная. Здесь будет два саппорта ассистить Морфу, который будет стоять. Как сделать, чтобы курсор забагался, как у тебя? Что? Идет Шачлоу ставить свой стандартный вард. Вот чуть левее он его поставил, чем обычно. Обычно вот здесь он где-то ставится. Ну да ладно. Не страшно. Сейчас здесь Лич съест медового крипа, собственно. Естественно, у него Сакрифайс первым качен, собственно, как и надо. Как и всегда. Потому что это довольно сильный бурст и для тебя, и для твоего мидера, то, что на одного крипа меньше получишь темпларка. У темпларки закуп поднят не на фастботл, но я думаю, это тоже, в принципе, в порядке вещей. На первых левелах она должна переденаивать этого парня, у которого 40 урона, конечно, он прокачает пассивку. И боттл у него появится раньше. Это по закупам, если пройтись. А, нет, все-таки решил у Смайлос есть одного крипа Лич. И пойдет он куда? Не в мид ведь он пойдет в даблу? Я полагаю, к трипле он пойдет. Хотя, брюмастер здесь один тоже, как хардлайнер. Не знаю, насколько это действительно оправданное решение. Не то, чтобы я не верил в шачло, я просто мало игр с брюмастером смотрел в последнее время. Обычно его как-то раньше ставили на мид. Прямо давно это было. Ну и что ж, по крипам счет открывает у нас Крэйзи, он заденайл одного. Здесь Кентавр стоит против пока что даблы. Чен будет выходить, ясно дело, помогать. Ну и Кентавра здесь развлекают, собственно, очень сильно развлекают. Хауль прожал сейчас Йоку и больно этому парню. Но у него пока не вкачана пассивка, так что ребята дамажат его, а сами не дамажатся. Это что? А, отводит у нас, собственно, дред крипов. Линдекс с овухом делает два дабл спауна. Ну а здесь все стабильно, собственно. Шачло на харде развлекает он здесь жот, вернее, жотом развлекает его, но... Ну и может здесь... Ну нет, не пострянет вейформ слишком. Далеко, скажем так. Ну и морф на... Собственно, примерно на одном уровне, разве что динает он побольше. Все-таки Йоку милишник, и если он подойдет близко к крипам, то тут Смайл и отстанется может, и все такое. На миду тоже пока не все ясно, то есть 7-5 на 5-0. Ну, рановато еще об этом говорить, на третьей минутке посмотрим. Сделал здесь отвод у нас Смайл, но в итоге просто зафармили всех этих крипов. Релакс. С дредом Йоку. Ну и, в общем-то, Шачло уже довольно далеко, он не боится как-то. У него есть вижен, конечно, но... А куда делся Лич? Лич идет... Здесь. Скушал он крипа, подстопил крипов. Ну, увидит то, что проблемы у Сэфа, хотя есть у него уже боттл, он закупился именно на пастботтл. Куча стаков здесь уже есть, собственно, скоро... Ликонтроп сможет их зафармить. Без особых проблем с волками. Он их качает. Нет, он их еще не качает. Ну, скоро начнет все-таки волков. Макс сейчас это мастхэп, потому что сильно они апнуты. Да, они и раньше были неплохие. 15 на 7. Морф ведет. 11-2 у Йоку. На Миду немного выигрывает, собственно, Крейзи. Но, опять же, это до тех пор, пока не набил себе побольше душ Сэф. Лича постоянно нет. Он как-то старается не воровать ни у кого опыт, ни у Мидера, ни у кого-то еще. Ну, здесь может, на самом деле, Смайл сейчас встрять, но нету, к сожалению, рядом. Ну, вот Каски, но эти Каски по... Да, всего лишь один раз Волков вызывает. Ну да, не хватает дамага. Был бы рядом Виндыкс, конечно же, он даже пару ударов урсы, это и хватило бы. Ну вот, что касается Лича, сам он имеет довольно маленький левел, хотя второй, как и большинство саппортов. Но при этом не ворует он левел ни у Иллидана, ни у Года. Ну, здесь у Дреда уже могут быть проблемы. Хотя, Кентавр вряд ли будет суицидиться, он, конечно, может застанить, дать дабл-эдж, но... ни к чему хорошему это не приведет. Разменять себя на саппорт, это же неблагодарное, скажем так, дело. Ну и Виндыкс крайне пассивный, на самом деле. Чен, обычно Чен, ну я не знаю, ну хоть в КСФу ты возьми тролля какого-нибудь. У него... Ему, правда, не попадается троллей, но... Возьми, я не знаю, Гарпию Штормодела, которую тоже здесь нет. Ну да, как-то не сильно повезло, не гонгабельный у него, скажем так, карпеты появляются. Нейтралы. Ну и ДД здесь берет тринд протектор, и могут быть проблемы у Шачло, хотя здесь всего двое. Кентавр на базу слетал, подхилился, вернулся, стики себе купил. Ну, Дредд здесь не так, чтобы часто обилками спамить. Волков вызвал Йоку. Ну, Лич до сих пор второй левел, вот третий он только получил. Сакрифайс на три он качает. Вот, ДД здесь у Жотма, Шачло, семя в него кинулись, заметили вейформы, сейчас будет его или Дан добивать, приходит сюда еще и Год, и это Фёст Блад для Года на Шачло, собственно. До шестого левела нет возможности у Брюмастера как-то уйти. Конечно, он дал пиво, он клепнул, но этого оказалось недостаточно, чтобы выжить. Хотя бы потому, что все это не помогает от Кайлофа Сефа. Ну, загулял, я считаю, он, конечно, неплохо себя чувствует, 7-1, здесь 6-0, например, Кентавр. То есть, тоже немножко добивает, и левел у них примерно одинаковый, но все-таки, конечно, ДД на Тринте тоже сыграл немаловажную роль. Хочет Урсу добить здесь Йоку. Ну, а Кентавр получает много опыта со всего этого, на самом деле. Сентри Вард поставил шашло, думал он то, что его здесь видят, и его действительно здесь видят, но это какой-то сомнительный Сентри Вард. Чен в смоке передвигается на низ, на Кентавра, видит Кентавра, но у него нету троля. Каски по Чену, Ливен Кармор на него, ну и захлебнулась атака, собственно, отличный стан от Виндекса. Никуда. Ну, понятно, что он его давал до стана, но не успел отменить. Вернее, не стал отменять вообще. Ну и могут сейчас пропушить, собственно, здесь много крипов и релакс. Будут они пропушивать Лайн. Смайл, конечно, битый, но Смайл живой, и это главное. Сентряк здесь стоит против Крейзи. Ну и без стана довольно тяжело его убить. Боттл у него есть. Тавр сломали, релакс. Тавр сломали, Тавр сломали, кто-то. Есть каски у Дреда? Дред, почему он не кидает каски? Не перекачивается в силу. Если бы немного раньше кинул, я думаю, были бы проблемы. Добивает все-таки Виндекс Иллидана, не удался у него как-то сейв типа аут, или что это было? Килл типа аут. Ну и 1-1. Собственно, умирает Иллидан, просто прилетел, отдался, побежал далеко, начал перекачиваться в силу. Почему бы не побежать в сторону своего Тавр? Если ты перекачан в силу, то у тебя мало атаки, соответственно, убить ты все равно никого не сможешь, тем более, что ману все потеряешь на этот вейвформ. Хотя, как мы видим, у него атаки и так довольно много. Ну и Виндекс. Что у нас будет собирать Виндекс? Ну, естественно, это Мека. Собственно, ничего удивительного. По крипстату, собственно, обгоняет у нас год уже, Крейзи. Ну, собственно, чего и следовало ожидать, как это всегда и происходит. Когда СФ набирает души, он начинает карать. Ну и что? Перешел в лес фармить, собственно, Йоку со своим Мидосом. Реген берет Патма. То есть, какая Патма? Крейзи, конечно же. Вот мы в этой игре нету. А могла бы быть, если бы не забанили вместо Ликантропа, например. Потому что ее тоже релаксы довольно сильно любят. НС имеет 1-1 по крипстату и 5-й левел, собственно. Не сказать, что это проблема, потому что примерно такие же левела имеют почти все саппорты. Ну что, Нетворс можно включить, собственно, первый Йоку. Релакс очень любят Мидосы, собственно, мы неоднократно это видели. Здесь шучло не хочет отдавать тавр. Но глифа нету, глиф уже прожимали релакс. Здесь кентавр, его причем видят, но как-то не могут выйти зацепить. Нету нормального цепляющего крипа. У Виндыкса все никак тролль не попадается, на самом деле. Тролль с сеткой был бы здесь кстати. Ну и похоже отдадут сейчас тавр, если не будет, конечно, сейф паутов каких-то. Ну и шучло может сейчас поплатиться. Семя в него сейчас будет вейвформ. Но юзитон ульт, размножился, бежит, кинул стан в Элидана, Элидан задоджил стан, да, задоджил он стан вейвформой и подняли в ветра трин протектора, а он уже в инвизе. А есть ли просветы? А просветов у Релакс нет, но он вышел из инвиза из-за этого и собственно но все равно возвращается и это минус дред или дам забирает его. Здесь тем временем тем временем Виндыкс пушит один и здесь вернее с Йоку и здесь СФ идет юзитчен собственно свою ульту, но это не спасает очень быстро, конечно, под хаулем убивает все леча, сейчас и должен и кентавр умирать. Нет, кентавр не умирает, разультил с СФ и приумастер здесь также все-таки принимает за тавером, да. Как и в тот раз, только на этот раз и у него не было ульты и знали об этом прекрасно команда Virtus.pro 4-2 в пользу ВП. Ну и по нутворцу они уже выходят вперед. Год на первом месте, Йоку по-прежнему на тысячу примерно перефармливает или дан, или дан без Мидоса. Пока. Зато СФ с Мидосом. Ну и здесь сейчас будут принимать Крейзи, я полагаю. Хотя что это, он решил побыковать, ультанул в него лич. Но Койл. КД у него пока на рефракшн. Очень больно он получает здесь. Опять-таки Шачло пришел, у Шачло нету даггера и нескоро он появится через Фейзе, он играет. Дреда, могут быть у Дреда проблемы, будут скорее всего у Дреда проблемы. Да, Дредд умирает здесь. В Каске он откинулся, но все равно. Или дан 3-1-1 имеет стату, как он там отдал свою первую смерть в команде Виртуз Про. Ну и вот рисует Шачло план, но смайл не глуп, он понимает то, что не видно на карте людей и собственно уходит. Или вот этот Вард просто спалил Шачло, но вроде бы нет, он же шел через Сеншентов и никого не могут сейчас принять релакс. Ну что ж, проблемки у них. 11-ая минута по деньгам они вели, но сейчас они... А нет, это ВП вели по деньгам, но за счет Мидаса, судя по всему... Нет, релакс, все правильно, релакс вели по деньгам, но и после этих 5-2 сравнялся, так сказать, график. Ну и по XP мы видим 2000 ведут сейчас с Virtus.pro, но собственно неудительно, у них на 3 кила больше. И в принципе они получше контролируют карту, но вот заберут этот Тауэр, я полагаю, хотя есть Глиф, можно и подраться за него, здесь уже Тринт в Инвизе стоит, подтягивается и Лидан, ну и да, все это отхиливается Тринт протектором. Ну, а тем временем бьют Рошана. Странно, у Йокуи появился Владмир, конечно, но медальки у него нету, ну и так, без медальки забирают, ну и это хорошо для команды Релакс, собственно. Сколько здесь получается? 8 минут до Рошана теперь такой таймер, или не 8, черт у вас разбери, выглядит как 8. И в пятером сейчас Релакс, сзади заходит здесь Шачло вместе с Крейзи, не настоящий этот, ну не знают об этом, конечно, команда Релакс, что это была Лишь. Иллюзия Иллидана. Ну и что, Дреду нужно давать каски ставить хороший варш, чтобы выиграть здесь, но не мешало бы, конечно, и Тавр забрать. Хауль не прожимает пока у нас. О, всех просто зарутил Джотм, но не последовало какого-то продолжения. Каски не очень удачные, ульт полетел, отпрыгнул два раза, виндекс Дреда вернулся на крипов, но драться здесь пока есть ульт не очень. Хочется, наверное, релаксом. Крейзи сзади, у Крейзи Аегис, но нет у него даггера, чтобы врываться, здесь иллюзии, разбираются с ними. Ну и команда Virtus.pro расходится, идут фармить один на топ, один куда-то в лес, или просто на бот. Решили они отдать, я так понимаю, тавер релаксом, потому что релакс-то отсюда не уходят. Но тем не менее, три игрока все еще здесь, но нет у Лича, собственно, ульты. Вот нету теперь Ливен Армора у Тринд Протектора, об этом знают. Ну и Крейзи идет один, у него, конечно, Аегис, но повод ли это отдаваться. Ставят Сентри Вайт Вард против Крейзи, семья в него. Ну и что, это будет крайне бездарный Аегис, если он вот сейчас так миг прожимает, собственно, у нас Чен. Снова цепляют Года трапой. Ливен Армор на него разультится. Сейчас СФ разультился, Шачло получает урон, юзает свой, собственно, ультимейт, Вард ставит Дредд, убирает все-таки СФ от Шачло, вернее, Ликан его добивает, ну и так же Энесса здесь под Хаулем загрызли все эти ребята. Два в ноли, Крейзи не потерял Аегис, летит он на низ. Сейчас Элидан собьет с него Аегис, собственно, тут без вариантов. Но у него 600 хп всего, то есть перекачан он в силу. Здесь драка продолжается, пока никто не умер, возвращается сюда Элидан. Ультчена не спас Дредда, Дредд умирает. Йоку, Йоку, Шачло делает тэп-аут, Йоку юзает, собственно, форму и тоже уходит. Ну что ж, снесли тавр, два даже тавра, снесли также и Т2. И драку, можно сказать, выиграли, а те релакс, этот мув, также есть уже первые Некрау и Ликантропа. 1700 у Чена поверх. 1600 имеет Шачло, ну естественно, надо ему Блинк Даггер, чтобы хорошо врываться, клэпать и тому подобное. Здесь у нас что? Думал я то, что Йоку поймали, нет, Йоку уже далеко, Йоку фармит свои леса. Крэйзи пропушивает, Крэйзи купил себе все-таки Даггер. Егисон отдал, не сказать, что очень бездарно, но на самом деле, ну, он засейвил Тауэр, скажем так, но лучше бы чуть-чуть попозже, он так, на Шачло прыгает здесь, Блинк Даггера, Вейфоер моментально его убивает. Кто там что в чате пишет? This is game one. Ну да, это действительно первая игра, будет еще вторая, третьей точно не будет. Ну и умирает, скорее всего, Смайл, да, Смайл умирает. Идут за Элиданом, Элидан на Вейфоерме уходит. Стопят его, есть Блинк Даггер, прыгает, но сбить ТП нечему, крэйзи. Элидан уходит, но опять же, размер, размен Хардлайнера на Хардлайнера. Ну и, собственно, Недворцы у нас, примерно похоже, ДД сейчас берет крэйзи, у него довольно мало маны, зато есть Блинк Даггер, но ЭНС здесь моментально разлетается, также может подстать и ВГ, Каски в него, юзает Дредд свой, юзает Дредд, конечно, тотем, но как же сильно его контрит, надо сказать, Ливен Армор. Просто 6 тысячек тотемов, никуда. Кстати, что у нас у Дредда по закупу? Урна, Варды, Стики. Будет ли он собирать Аганим, чтобы... Ну да, думаю, надо, 150 урона будет на 16 уровне, да и отскакивать будет по 4 целям, а-ля Глэйвы у Луны. Ну, в той форме, в которой они раньше работали, а не как они сейчас. Ну и здесь, Шотмадин ходит, Чайлит Экспу. 7-7, в общем-то, выравнивается Релакс, и по Нетворсу очень сильно Иллидан начал отставать уже от Йоку, на 2,5 Йоку ведет. Но эти 2,5, это мы понимаем Некра. Аркана у нас купил. Вот, Йоку здесь сейчас пытаются принять, мажет Станом Смайл, Табл Эджем по нему попадает, у Иллидана проблемы, и это еще без Хауля. Ну, возвращается он, собственно, на свою иллюзию, и будет здесь Денай Тауэр. Да, не отдал башню врагу, Крейзи пришел сзади, но не получилось ничего сделать. Здесь также забирают и ребята из Релакс. Корни по троим, Тауэр все-таки добивает каски в Иллидана, каски прыгают, Иллидан один на толпу налетел, но здесь также есть и Гот, собственно, разультился НС в Шачло, умер, Райд уже один. Собственно, Спирит пока все живые, но Иллидан шел за Дредом, промазал, скоро уже у Дреда каски, да, каски, сетка, все это не по таймингу, но тем не менее, маны уже у Иллидана нет, его просто с руки забивают под хаулем. Нет, живет еще Иллидан, ему восстановили маны, дальше продолжает перекачиваться, у него 2000 хп, еще и 7 за ним летит, хилит. Здесь может сейчас Смайл с Даггера ворваться и застанет. Бримастера все-таки убили, когда у него все иллюзии кончились, мало хп у него там оставалось после ульты СФа, я полагаю. Ну и погоня, вторые пока не крают. Ой, Крейзи здесь неудачно прыгнул, его сразу же станет, убивают, даблэджем, не носит он совершенно урона. Ну и надо отходить команде релаксов, собственно, 3 в 5 они сейчас играют, и скорее всего еще и за ними в погоню пойдут. Виртуса, 9-7. Ну что ж, Тавар забрали, но при этом драку проиграли 2 в 0. Умер Шачло, умер Крейзи. 5000 по хп, по оголде, то бишь ведут уже релакс, собственно, за счет мидосов, за счет тех выигранных драк, ну и практически в нуле по опыту обе команды. Идут дальше ребята из релаксов, собственно, их четверо. Шачло уже почти подошел, идет он дефить от Кентавра Тауэр, юзает Глиф, летит сюда у нас Иллидан. Йоку сильно получает, собственно, подставился он как-то вперед, но его не бьют. Почему его не бьют, я не понимаю. Очень много крипов здесь, конечно, Йоку Хауль уже проюзал, Кентавр просто забирает, сейчас нету... А нет, есть Ультау, Тринтау, он мог бы так же хорошо инициировать, как и в тот раз. В тот раз он неплохо так заультил на троих сразу же. Но у Виндекса наконец-то появились нормальные петы. Два тролля, Кентавр, это очень хорошо. Теперь наконец-то может он нормально драться, а не с этим Сатиром. Сатир с Хадукиным это тоже, конечно, приятно, но все-таки не так приятно, как дать две сеточки тому же Морфу, когда у него вейвформ уже на КД. Ну и на Крополях он, естественно, выжил в тот раз за счет того, что восстановил ему маны Аркана Мишотом. Гот, купил себе БКБ и больше у него ничего нету. Ну, за исключение Мидоса, конечно же, и Ботла. Виндекс 2-100 имеет поверх Мекки Аркан. Дреддс начинает агоним собирать со стафа в Визарде или это будет Форс Стаф. Узнаем, когда он купит следующий артефакт. Шачло Блинк Дайгер только имеет. Ну и тысячу сверху. Не особо-то хороший запак. Ну да, прыгает здесь, собственно, Морф и сразу же на свою иллюзию. Репликейт, да. Ну и могут здесь Инесса сейчас поймать. Крэйзи идет на него. Нет у него ДД, как в тот раз. Не так много урона он наносит. Пробивает, конечно, Ливен Армор, но недостаточно этого, чтобы убить. Вот если бы еще Шачло прыгнул. Ну, хватит переписываться в чате, ребят. Ну, отвлекайте же. Серьезно. Прыгает здесь на Смайла, ну и Смайл умирает. Здесь отошел Шачло, не попал под стан. Смайл сейчас под Ливен Армором прыгает, будет он улетать. Да, не получилось но я проседаю от СФ. СФ тоже уходит, боже. Два неудачных ганга от Релакс. Причем на Крополях ушли противники. СФ не на базу, причем ТП сделал, а поближе к крипам, чтобы Мидас заюзать. Плюс его отхилили урной. Да, не хватает пока дамага у Релакс. Собственно, у Шачло нету дамага, потому что... потому что нету дамага. Здесь его могут, кстати, принять. Ну, Виндекс его, если что, подстрахует. Я думаю, 4 игрока Виртуз Проя 5 подтягивается сейчас на мид. Релаксов поменьше. У Релакс здесь идет пуш. Третий, естественно, Некра уже у Йоку. Владмир 2 500 сверху. Ну и сзади к ним Смайл заходит. Отходит Йоку. Сейчас Смайл дает ему стан, но продолжения-то не будет, потому что все остальные далеко. Но все равно уходит. Собственно, репликей там идет сюда Морф. Будет ли это какая-то драка? 10 секунд. Вряд ли он будет прыгать на этот репликейт, может, его тут примут. А, прыгнул он все-таки на репликейт. Смотрите, но далеко уже отошел Дредд, собственно, не может он дать каски. Ну и тут есть Смайлы или Даны, они почти готовы драться. Крейзи прыгает вперед, но никого не находит. Вижена нету у Релакс. Вижена, кстати, вообще по карте нету у Релакс. Здесь нашли Года, но юзает Ульт, Кентавр и Тринг. Ну и это хорошо, на самом деле, когда юзаешь Ульты, чтобы кто-то спасался. Это значит, что в драке их не будет. Значит, надо инициировать сейчас. Инициирует Смайл. Прыгает на Дредда, Дабл Эйш Стан. Смайл здесь моментально умирает. Нет, Смайл-то в итоге выжил. Под Хаулем его били и Некра. Ну и это минус 2, умер только... Да. Умер только НС. БКБ есть, собственно, у Года, но все равно много довольно урона. К сожалению, мертвый Ликантроп не может он дать Хауль, но все-таки добивает Шачло. Ну и на Репликейт прыгнул Морф. Морф, да, разваливает здесь. Команда Релакс. Шачло скоро кончится у него иллюзией. Мало у него ХП, должен он делать Тепаут. Но нет, знает, что он здесь. Вот, Шотом показывает. И забирает еще и его. Ну что ж, это размен. Получается, 4 в 2. Релакс проигрывает эту драку и Тауэра они так и не забрали. Не получается сплит пушить против Морфа. Это довольно тяжело делать. Он его формой может не кров убивать и не получать при этом урона. В принципе, у него урона уже довольно много. Он уже купил себе Яшу и Линку. СФ-2500 копит на что-то посерьезнее, на Дайдалус или может быть еще на что-то. Ну что, Кентавр будет собирать Пайп. Здесь Форстаф. Здесь Мека появилась Жотма. Ну, у Релакс еще на Меду стоят все Тавара. Хоть и довольно битые. У них-то тринта нету, чтобы их подхилить. Идут на Рошана. Релакс. Знают ли об этом Виртуз Про? Нет. Не знаю. Тоже у них Вижена нету. Ну вот сейчас в этой игре это первая игра у Релакс, где так мало реально вардов стоит. Вы посмотрите, просто ноль. Вот их Вижен. Только за счет крипов и пару трапов от Кемпларки. Ну и у Виртуз Про надо сказать немногим больше. У них вот на Лайн Вард стоит на хайграунде. Кто, кстати, взял Аегис? Ликантроп. Ну и Ривер себе покупает для Тараски Йоку. Тут у нас что, Шачло? Ну да. Шачло. Шачло чуть не поймали на самом деле. Не смогли сбить ему Даггер. Как-то мало на Жотма Вижена у команды Релакс собственно с этим его инвизом. У Шачло есть ульт. Он не сильно боится сейчас. Но будут ли драться здесь Йоку вместо того, чтобы бежать спасать Шачло? Ну естественно они знают то, что у этого морфа есть репликейт. Вот Шачло сейчас нужно ему юзать ульту. Юзает он ульт. Ну и на репликейт уходит собственно морф и не видят здесь ни Жотма никого. Пропушил тем временем год у них вниз. Ну и Релакс зажатый сейчас на карте, хотя они вроде бы неплохо так передвигаются. Вот ворды наконец-то поставили сразу три штуки. Услышали наверное меня? Ну и это в принципе понятно. Хотят они дособирать Тараску для Йоку. Ну хотят наверное и Аганим для Шачло дособирать, но это будет еще не скоро у него только один поинт-бустер куплен. Вернее не поинт-бустер клянусь. Да, поинт-бустер. Майбет. Иллидан, что он? Монту будет делать я полагаю. В Шотган он вряд ли будет в этой игре выходить. Или сразу бабочку может быть. Виндекс Гем имеет. Наконец-то купили Релакс Гем собственно. Давно пора на мой взгляд. Потому что неоднократно их уже подставлял этот самый. Да, это монта для Морфа. Неоднократно уже подставлял их этот Тринт. Ну и Морф вперед Крэйзи вырывается по фарму собственно. По-прежнему Ликонтроп первый, но в драках будет ли это полезно? На Дреда здесь прыгает. Даба Ледж Дред моментально умирает. Каски он перед смертью раскидал, конечно, но здесь шашло остается один. Что он стоит? Ну очень на самом деле предсказуемо он сделал блинкаут. Хотя странно, за ним не стали прыгать. По-моему довольно очевидно, что он прыгнул именно сюда. Делает он ТП. Здесь на хосте идет Гот. Ну и не может его зацепить соответственно Ликонтроп. Ликонтропу просто цеплять-то нечем. И виндыкса рядом нету. Идут снова дляфить Т2 от Йоку. Йоку просто оставят здесь некров, но отхиливает Тауэр за счет собственно Ливен Армора. Крейзи забежал вперед и убил здесь прям под Т3 Энесса пока я смотрел на Тауэр. У Крейзи нет на этот раз Аегиса, Юзы и Тульт, Кентавра. Ну и Т3 очень быстро падает здесь. У команды Виртус Про релакс сломали Т3 Тауэр. Не хотят без леча драться в ВП, но они такими темпами очень быстро и потеряли бараки. Сколько до Хауля? Три секунды. Ну и это минус сторона у Виртус Про. Ничто им не поможет. Единственное, что они типа идут в размен, но на самом деле здесь Дредд и Шачло гоняют неплохо своих оппонентов. Идет сразу же ломать следующий Тауэр. Йоку Смайл уже здесь. Смайл может сейчас сильно получить от Крейзи. Но нет, просто нужно отступать. Они сломали сторону, они сделали то, что хотели и задефили при этом свою. Потеряли только Т3 Тауэр. Графики я хотел посмотреть, но там драка началась. Релакс немножко опять отыгрывались. То Виртус Про своими фрагами немножко испортили графики. И сейчас снова переход в сторону Релакс. Около 5 тысяч по золоту. Больше 5 тысяч даже. Ну а по ХП Виртус Про впереди. Они делают больше фрагов, хоть и меньше фармят голды. 3 тысячи. Но опять же, 3 тысячи это ни о чем, когда ты сравниваешь 57 и 54, так что преимущество довольно мало. Так же, как и с колдой. Но единственное, что как мы видим, пуш потенциалу Релакс намного сильнее и они смогли реализовать его сейчас. Ну или вернее умер НС и по какой-то причине Виртус Про отказались вчетвером драться. Хотя там даже не 5 человек релаксов было, Шачло был наверху, он дефил. Ну, соответственно, он дефил от тех, кто... от тех Виртусов, которые нападали. Но, по-моему, вместо того, чтобы пытаться разменяться в таком случае, надо было идти и воевать. Защищать свою сторону. Теперь идут по топу, сносят Т2, конечно же, глиф. А, есть глиф. И Лидан очень сильно получает здесь от Крейзи. У Крейзи ДД, но Крейзи умирает, потому что он здесь один. Никто его не поддержал и не успел он убить Иллидана. Также забирают здесь Т2 тавер этот... Ребята из Виртус Про. У Крейзи есть бэйбэк, я так понимаю. Да, есть бэйбэк. И будет он его делать, если здесь ребята пойдут на хайграунд. Морф уже с репликейта ушел куда-то. Ну и Тараска скоро появится уже у Йоку. Он, конечно, на бэйбэк себе хочет оставлять. Пропушили здесь Лайну и решили не рисковать команду Виртус Про, потому что пока они здесь, здесь им могут снести Лайну. А если еще и Тред за хайлайт, то что он на Форстафе ворвется, это не агоним, да, он собрал Форстаф. И касками позбивает ребятам телепорт, и то это сразу может быть минус три стороны. Брюмастер, что у Брюмастера? Ну, потихоньку собирает агоним. Через 20 секунд Аегис так и не реализовали его. Был бы он у Крейзи, то Крейзи здесь бы смог хотя бы резнуться. Ну и, скорее всего, еще раз умереть, потому что к нему никто не подтягивался. Думал он, что ли, что один морф там идет. Ну и Йоку здесь находят. У Йоку Тараска, Бладмир, третий Некра. Делают для репликейт. Ну и просто Йоку уходит. Не стали здесь драться Релакс, не стали драться Вирфус Про как-то догонять, потому что никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Хотя у них есть Вижен, и они видят, что как минимум Крейзи там не будет. У него есть, конечно, ТПшка, но она на КД. По миду идет Шачло вместе с Смайлом и Энессом. Ну и, собственно, врыв сейчас будет на Шачло, он размножился в Дреда. Стан. Нет, Стан касками сбивает Дред, не успел его дать Смайл, Дред пытается уйти, Шачло тоже пытается уйти. В Драку сейчас ворвется Крейзи, у которого Демонедж будет он, скорее всего, собирать себе что. Я думаю, Дайдалу здесь бабочки пока ни у кого нету, у Мурфа 3600, но знают ли об этом. Но я думаю, на самом деле, то, что бабочку можно... О, МКБ можно собрать. Ну и проблема сейчас у Смайла могут быть, если его сейчас не будут поддерживать, то он умрет просто как в тот раз. Очень много урона он получает, у него на КД сейчас рефракшн, 6 секунд еще, и полхилом его спасает, собственно, Чен. Да, МКБ имеет смысл собрать, потому что тут и СФ, тут и Морфлин, который бабочку соберут, скорее всего, рано или поздно, так что можно перестраховаться и заранее собрать МКБ. Но, с другой стороны, Дайдалус тоже много урона. В общем, посмотрим, как решит сам Крейзи. Ну, что здесь у нас в инвизии идет, в инвизии, собственно, трин протектора. Смайл. Я надеюсь, я не путаю имена игроков, и это действительно Смайл. Я всю игру называю, может быть, вот Смайл с ником НС, а это на самом деле год, а или Дан на самом деле еще кто-нибудь. Но он один, здесь ему не страшно, у него есть репликейт, а у ребят из Релакс нету, собственно, ну да, моментально Шашлой умирает, и Гем. Ну, Гем сейчас заберет Крейзи. Вот, у ребят из Релакса стоило бы собрать Арчит на самом деле против такого парня. Хотя у него есть манта, уже не попрешь. То есть, два Арчита надо, а два Арчита это тяжело. Но по-прежнему нету стороны у Виртус Про одной. Дерево всю игру проводит в Инвизе, процентов 90, наверное, времени. Купил он Мекку, Арканы, Урну, и больше ему ничего не надо. Инвиз кидай на себя, на других. НС здесь сделал себе защиту в виде Госскептра, ну и в принципе неплохо, потому что Magic Damage довольно мало у команды Релакс. Буквально Клэп, но на таких левелах он уже не умирает. Ну, Каски. Это, если не ошибаюсь, физический урон, да, естественно, БКБ же не спасает от этого варда. Ну и, кстати, Дредд довольно редко его юзают. Не то чтобы это проблема Дредда, проблема это всей команды Релакс, то что они Virtus.pro просто не стесняются юзать ульты, что НС, что Кентавр постоянно юзают ульты. Вот нападение здесь на Крейзи. Нет, это с шотганом нападение на Виндикса вышло. Крейзи-то ушел. Ну да, этот Морф теперь ваншоте просто саппортов. Гем есть у ребят из Virtus.pro. Ну и в драках ВП сильнее. Вот сейчас Рошанщика заберут, конечно, Релакс. Довольно долго они его уже бьют. И опять Йоку берет что 8 минут или нет? Или потом появится дополнительный таймер из 8 минут здесь потом загорится еще это. Да, так теперь это работает. Просто намутили эти валы туда-сюда. Ну теперь у Рошана интереснее зато драки происходят. Хотя нет, раньше они всегда по КД происходили, как Рошан резается, так сразу же все тут ломится, а теперь надо еще их летать, чекать. Это же так сложно для профессиональных команд. Ну да, МКБ для Темпларки собственно. Но тут не бабочка, тут шотган. И этот шотган в лицо любому саппорту делает неприятности. Что, БКБ надо собирать, значит, в индексу и драйду? По-моему, все просто и логично. Или закупаться брасерами. Четыре брасера, думаю, хватит, в индекс оценит. 35-ая минута игры, графики. Ну по-прежнему совсем чуть-чуть по голде ведет релакс, по-прежнему в Virtus.pro, но они все больше и больше начинают лидировать за счет этих фрагов по XP. Ну и да, собственно, или Дан видит саппорта, или Дан убивает саппорта. Врываются на него с Клэпа, но у него есть еще репликейт и линка и все остальное. Как его теперь убивать? Теперь, я думаю, только за счет сплитпуша надо играть, собственно, для релакса. Йоку здесь отдает Аеге с ульт в Некрачей. Ставит Дредд вард, но это скорее... Ну что, это вард, что ли? Он сейчас самого Дредда сильнее продамаживает. Хотя, похоже, не работает эта фишка. Или Дредд просто сразу же отхиливается. Ну и что? Сейчас очень много ребята из Релакс потратили, а даже близко не приблизились к победе в драке. Соответственно, им сейчас нужно не драться, им нужно сплитпушить. Не могут они никого убить, здесь уже бабочка есть у СФа. И вот этот Ликантропс, Крэйзи, они послабее будут, чем Иллидан вместе с Годом. Как-то надо организовать сплитпушки, раз появилась, кстати, у Йоку. У Дредда ну, опять-таки, Пойнт Бустер на Аганим. Здесь Пойнт Бустер тоже на Аганим к ним считать. И шачло. Ну, вы понимаете, как это происходит. Просто нельзя сейчас высовываться саппортом команды Релакс. Ну, это ваншот, и ничего с этим не поделаешь. Хоть Брайсеры, ну, Аганимы собираете, да, вон, Пойнт Бустеры покупаете, чтобы КП было больше, все равно не поможет. Пару тычек он сделает, если вдруг не добьется шотгана. Ну и, собственно, этим и занимается Йоку. Сейчас он сплитпушит, а Йокус он потерял. Вижена у него на этого тринта нету. И Репликейт, конечно же, будет ждать сейчас. Вот, он ждет на базе. Есть. Хм, Чену убил. Интересно, как же это произошло? Ах, вейд, постойте-ка. Ну, Тауэр все-таки не снесли, но Йоку снесли, зато, естественно, ожидали этого. Очень банально было, очень банальное действие с командой Релакс, мол, вот у нас тут Ликантроп, вы деритесь там на миде, у нас Ликантроп вам все засплитпушит и убьет. Да, сейчас сильно в драках будет команда Virtus.pro и выигрывать они будут скорее всего все драки за счет этого парня, который минус одного саппорта сразу же делает. Да, я думаю, на самом деле, то, что даже Ликантропу будет неприятно. У него, конечно, есть Тараска. Ну вот, вот это что. Сейчас они пропушат Лайн, и пока он будет пушить ее обратно, здесь уже будет хуловый Тауэр, собственно. Даже с одной стороной сломанный выигрывает Релакс Virtus.pro. Ну, пока они выигрывают, но есть все шансы на это. Если, конечно, сейчас Релакс хорошо не подерется, но, если честно, я не вижу у них средств для драки. Ну да, БКБ собирает Крейзи. Поздновато немножко. Он купил себе Манту зачем-то. Если всем я понимаю, зачем. БКБ было бы пополезнее, как по мне. Ну, моментально, естественно, Тауэр билд, он очень коцанный был. Ну вот, по Крейзи урона нету, но по Баракам зато урон очень сильный, даже от этих иллюзий. Ну что, врывается Клэп по двоим, юзает БКБ сейчас СФ, пьет спокойно Крейзи, Крейзи умирает, умирает. Также здесь еще шло, даже несмотря на то, что он в иллюзиях. Дредд ставит свой вард, вард совершенно не наносит урона. Йоку врывается в драку, здесь уже сломали сторону релаксом, бегут за Дреддом, убивают Йоку. Ну и это, наверное, ГГ сейчас без проблем доломают абсолютно все стороны Виртуз Про. И ГГ пишет, Виндекс, да, не получилось у них реализовать, они опять смогли сломать одну сторону, но потом не смогли выиграть ни одной драки. Очень неприспособленный пик для драк у них, вот этот Вич Доктор, который имеет очень маленький левел, не смог. Не смог. Ну, дело, естественно, не в Вич Докторе. Фармили-то релаксы хорошо до последних минут, но Ликантроп, в очередной раз они берут Ликантроп и в очередной раз у них не получается путем заспредпушить это все. Да, возможно, то, что говорят перестаньте пикать Ликантропа, возможно, это правда. Также говорят перестаньте пикать Виспа, но сейчас релаксы не пикнули Виспа и, собственно, все равно не выиграли. ГП мы видим, то, что у Ликантропа 638, больше только у Марфа, но у Марфа счет 15-1. Это при том, что он шотган собрал последним артефактом, собственно. Ну и СФ перефармил здесь немного крэйзи, но дело-то даже не в этом, опять же. Ну что ж, так как это Best of 2, будем смотреть еще одну игру, скоро она уже начнется. Да, так что не переключайтесь.